Средства управления освещением и освещенностью в умном доме предназначены не только для обеспечения комфорта, но и вряд на создание эмоционального фона. Для умного дома неприемлемо использование иных источников света, как светодиодные лампы. Конкуренцию могут составить только лазерные прожекторы. Существует гигантское разнообразие ламп, имеющих разные показатели, влияющие на возможность их использования в системах освещения. Различат аналоговое и цифровое управление. Аналоговое предполагает, что лампой можно управлять изменением уровня напряжения. Цифровое предполагает наличие цифрового интерфейса. Есть ряд преимуществ цифровых интерфейсов. Во-первых, они упрощают схему включения и монтаж светильников. Во-вторых, аналогового сигнала недостаточно для управления спектром свечения лампы. В 2012 году Philips представила систему домашнего свечения Philips HUE на основе ламп с регулируемым спектром и яркостью свечения. В лампах этой системы есть микроконтролер, который может регулировать яркость и цвет свечения лампы, а управляться такие лампы мобильным приложением. Система Philips сразу же привлекла внимание потребителей, после чего началась революция цветных лампочек и теперь многие компании выпускают подобные лампы. Популярность световых решений в сфере дизайна набирает популярность еще и за счет эффективности LED-ламп в плане энергопотребления. LED-лампы гораздо экономичнее ламп накаливания. Для использования состав систем умного дома разработано множество средств для управления светом, таких как выключатели, регуляторы, панели и пульт управления. Беспроводные решения для управления освещением не всегда являются удобными и оптимальными. Монтаж беспроводных устройств может обернуться высокой ценой, неправильной настройкой и необходимостью регулярного обслуживания. Также существуют проблемы безопасности беспроводных сетей. Беспроводных устройств могут сесть батарейки и их замена может привести к дополнительным затратам. Высокая цена и непрактичность не являются недостатками, если речь идет о моде. Простота установки и использование лампочек с беспроводными интерфейсами тоже играет свою роль. Новая реальность в системах освещения предлагается в виде готовых решений ведущими производителями домашнего освещения. Стоит отметить особый класс беспроводных устройств, которые не требуют батареек для своей работы. При автоматизации управления освещением нельзя забывать о естественных источниках света, которые имеют свои особенности и которые следует учитывать в алгоритмах работы системы. Датчики освещенности и детекторы солнечного света позволяют системе непрерывно отслеживать ситуацию в помещениях и поддерживать в них требуемый уровень комфорта. Развитие решений по управлению светом в сегменте D тянет за собой и развитие приспособлений по управлению шторами, позволяя объединять управление светом в одном мобильном приложении, включателе или пульте дистанционном управлении. Следующим шагом является объединение средств управления разными подсистемами умного дома в одном устройстве с развитыми интерфейсными возможностями, но такое свойство правильнее выделять в отдельный тип устройств управления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...